Дорогие друзья, подписчики, подписчицы и конечно случайные зрители Сегодня мы посетим очередной небольшой зоопарк в комплексе Экодеревушка И на базе этого комплекса находится какая-то крокодилья ферма Ну в общем сейчас пойдем и все это посмотрим При входе на территорию крокодиловой фермы нас встретил прекрасный павлин и забавные еноты Вообще стоит сказать, что животных здесь достаточно много Именно с животных мы и начнем Конечно, это не московский зоопарк Однако большим плюсом является то, что почти всех животных и крокодилов в том числе Можно покормить и потрогать У входа в здание есть небольшой бассейн с косноухими черепахами Правда бассейн был спущен, но спущен он здесь не всегда Билеты продают в кафе Тут мы встретили улита кохотин и шиншиллу Ну а когда мы пришли посмотреть на крокодилов Поймали изумленный взгляд ушастой совы Почему изумленный? Посмотрите сами Следом за совой нас встретили веселые ребята Сурикаты Конечно, мы купили корм для животных И почти половину отдали сразу же им Музыка Субтитры делал DimaTorzok Капуцин, Плакса. Нет-нет, я не обзываюсь. Это истинное название Плакса. Все дело в том, что эти обезьяны издают характерные звуки, похожие на плач. Субтитры делал DimaTorzok Не менее забавно и зеленая мартышка. Кстати, если вдруг вам доведется сюда заглянуть, ни в коем случае не поворачивайтесь к ней рюкзаком. Она быстро расстегивает замки и опустошает карманы. Субтитры делал DimaTorzok Давай поглажем. Дань, груз, кому-нибудь морковь. А это очень ласковый дикобраз Андрюша. Любит гладиться и кушать с рук. Вообще, мне показалось, что у каждого животного на этой ферме есть имя. Субтитры делал DimaTorzok Конечно, мы тут встретили кроликов и морских свинок. Пожалуй, я бы удивился, если бы их тут не было. Познакомились с желтым мангустом-непоседой. Дальше нас ждал Насуха. Это росынки-енота. Но, на мой взгляд, они вообще не похожи. Порадовал смешной полосатый мангуст. Субтитры делал DimaTorzok Какой-то скорпион. Стандартный хорек, который все время спал. Ну, а это пустынные лисички-феники. Кстати, хочу отметить, что сотрудники фермы очень общительны. И много чего интересного рассказали. Ребенком. Ты меня любишь, так, домой, ушелся, маленькая. Вот, видишь, кусака. Вот это локи постарше и более общительные. Потому что у них патриархат. Ну, они, конечно, милашки. Очень мягкие такие. И приручаемые. Не противничают. Стараются как-то. То есть, игривые. Играть очень интересно. Могут прийти и лечь на ноги. Вот сидишь, чтобы хорошо все было. Они в неволе и в неволе? Ну, конечно, у нас все живуты. И сиды, да, да. Этих вообще на руках растили. А крокодилы тоже? И крокодилы тоже. Встретился нам и хамелеончик. Очень симпатичный. А жаба-ага это что-то. Но она сидела неподвижно, повернувшись к нам попой. Впрочем, как и эумблефар. Степные черепашки. Игуана. Ах, как же она похожа на самого настоящего динозавра. Только в миниатюре. Бордатое агама и синеязыки, которого я увидел впервые, сидят вместе. Наверное, чтобы было не скучно. Также тут есть два огромных варана. Укус этой рептилии очень опасен. И погладить это чудо мне совсем не хотелось. Гигантская анаконда. Сначала я даже не понял, где ее голова. А посмотрите на глаз сечистого питона. Он прям наводит ужас. Дальше нас ждали императорский удав, кубинский удав и тигровый питон. Змеи тени ядовитые, удушающие, так называемые. И ложноногие. Все-все относятся к семейству ложноногих. Почему ложноногие? Потому что у них есть ложные ножки. Рудименты задних конечностей, которые очень хорошо видно. Змеи произошли от ящериц. Когда-то они бегали на лапках. Потом лапки стали уменьшаться, уменьшаться. Передние раньше исчезли. Задние позже. И вот у ложноногих можно увидеть задние ножки. Если хотите, могут положить. Давайте артурику мы достанем. Это у нас кубинский удав. Он так худенький у нас такой. Это все вот тело, да, начиная с головы. Тело, тело, тело. И заканчивается выходом. Да, вот это у него здесь прикрытое отверстие. И с двух сторон вот, пожалуйста, такие коготочки. Вот видите, очень хорошо видно. Положенные ножки. У меня ножи. Что? Видишь, он на тебя смотрит. Это вот хвостик. Видите, у тигровых тоже хорошо видно много их. У тигровых тоже есть ножки. Королевская кобра. Эту красотку, конечно, не доставали. Ее укус может убить даже слона. Ну, а теперь долгожданные крокодилы и аллигаторы. Не буду перечислять все их виды, которые тут есть. Конечно, их тут очень много. Все они очень близко. Их тут можно даже покормить за отдельную плату. Пальцы к ним совать запрещено. Тут даже висит табличка, в которой указано, что штраф ровно один палец. Но потрогать, сфотографироваться с крокодилами можно. Один из них ходит по залу. Знакомьтесь, его зовут Кеша. Крокодил, ты понежала. Я не знаю, не хватает. Так, залезай на стульчик. Как правило, ты уже видел, да? Ручки сюда не пыхайся. Мясо не отдавай. Чтобы они немножко с этим поохотились. А вот, клещевку можно. Можешь его прямо надбором, уже чуть повыше. И скажи, не беда. Меша не схватилась, там помог. Видите, это они если вдруг как-то выпустили мясо из-за... Зы-по-цы-по-цы. Зы-по-цы-по-цы. Зы-по-цы-по-цы-по-цы-по-цы. Наверное, самым важным вопросом для меня было понять и увидеть, чем же отличаются крокодил и аллигатор. А вы знаете? Оказывается, это две совершенно разные рептилии, относящиеся к одному отряду крокодилов. У крокодила пасть заужена к носу, а у аллигатора округлая. Это связано с разным видом питания. Помимо этого, крокодилов чаще находят на суше, а аллигаторов в воде. Разные у этих рептилий и характер. Аллигаторы более спокойные, хотя могут напасть на человека, если спутают его с животным. Но крокодилы более агрессивные. А крас у них тоже разный. Крокодилы зеленые, а аллигаторы имеют темный окрас, вплоть до черного. Зубы и кожа, хвосты у этих рептилий тоже не похожи. Но все это лучше увидеть самому, чтобы поставить жирную точку в этом вопросе. Субтитры создавал DimaTorzok Напоследок скажу, что данная поездка оставила массу впечатлений. Если вам понравилось это видео, обязательно дайте знать своим лайком. У меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok